здравствуйте дорогие наши радиослушатели youtube зрители с вами народная волна чикаго как обычно по понедельникам в это время самое лучшее радио на среднем западе сша и я ее ведущий геннадий пример а мой брат сегодня отсутствует по уважительной причине у него отпуск он отдыхает в красивых местах на следующей неделе он присоединится к нашему эфиру и так мы сегодня беседуем с украинской журналисткой олесей батман долго не буду представлять будем говорить сегодня добрый вечер олеся добрый вечер геннадий а будем сегодня говорить конечно был о украине о том что происходит вокруг украины украина сегодня это значимый политический игрок это самая наверное известная сегодня страна в мире даже по причине грустным конечно если бы война лучше бы об украине может быть знали меньше но войны не было олеся начну с новости все-таки спортивной сегодня сборная украины по футболу начала свое выступление на евро 24 а уступила надо сказать может быть справедливо уступила я не думаю что это повод для грусти потому что впереди еще две игры группового турнира я думаю что сборная украины и и штаб игроки сделают выводы из сегодняшнего поражения и дальше пойдут и будут бороться за медали чемпионата европы по футбол а вопрос вот какой а для украины футбол это это такая же религия как скажем для испании для германии для британии поэтому как я считаю украина это европа как вы считаете а почему не слышен голос а футболистов я бы сказал бы поговорил бы о футболистах которые ну олег блохин владимир бессонов буряк всех кого мы знали в советское время и постсоветское время сегодня почему-то о них не слышно в это тяжелое очень тяжелое время для украины наверное это было бы важно позвольте геннадий с вами не согласиться потому что как раз голос футболиста буряка легендарного талантливейшего футболиста буряка очень громко слышен так как не знаю наверное несколько месяцев назад вышло большое его интервью с дмитрием гордоном из центра киева где он подробнейшим подробнейшим образом рассказал о том что он сегодня думает что он переживает что он чувствует как он относится к русским к русской агрессии к путину к войне и леонид иосифович там был ну более чем точен в своих определениях российской агрессии военного преступника путина и вообще в том что россияне натворили и творят до сих пор в украине с этой войной более того я вам скажу что это интервью посмотрела ну я вот видите я не знала что нас тема футбольная будет посмотрела думаю что пару миллионов точно может и больше уже на сейчас я счетчики не проверяла наши но тем не менее это только вот то что на ю тубе основное интервью а есть же еще остальные наши платформы остальные наши соцсети где только подписчиков у нас да там около почти 10 миллионов то есть еще сайт текстовое интервью плюс огромное количество цитирований других сми вот с теми высказываниями которые были сделаны леонидом буряком в этом интервью скажу дальше многие футболисты украинские я не хочу сейчас перечислять всех там тут же алиев многие потому что я просто боюсь кого-то забыть они не просто высказываются войне они многие очень участвуют в благотворительных матчах деньги от которых идут на вооруженные силы украины многие из этих да я могу сказать многие из первой топ лиги и из просто крепких украинских футболистов уже служат вооруженных силах украины и таких много и конечно же такие футболисты вы говорите вот голос слышен но это самый сегодня сегодня громкий голос потому что они просто рискуя своей жизнью пошли на фронт где воюют и рискуют быть ежесекундно убитыми за украину поэтому нет вы знаете и вот огромное количество ведь даже если вы проследите вот самые яркие украинские футбольные клубы это шахтеры динамо они ведь постоянно играя различного рода матчи уровня да и в различных мировых турнирах они все время подчеркивают что нужно привлекать внимание к войне которую россия развязала против украины то есть они постоянно выходят на поле в футбол как вот буквально там не очень давно я помню но это было ярко и правильно когда футболисты шахтера вышли все в футболках фри мариуполь и defender созов сталь defenders это с призывом наконец-то освободить ребят азовцев которые одни самых больших украинских героев находятся в плену до сих пор уже больше двух лет и они еще раз напоминают мировой общественности насколько этот вопрос болезненный и важный поэтому вы знаете ну я могу с удовольствием констатировать что самые яркие украинские футбольные звезды в том числе не остались стороне потому что в их стране идет война и они как могут тоже участвуют в том чтобы привлечь к этому внимание и показать что же происходит хочу напомнить нашим зрителям что россия не участвует в чемпионате европы по футбол по причине отстранения из-за своей агрессии начале войны против украины это единственная причина по которой и футболистов и всех российских спортсменов отстранили от участия в международных стартах по всему миру и в частности футболе а перейдем олеся перейдем главному событию ушедшей недели это саммит в швейцарии этапе саммит мира по украине туда приехала 90 представитель 90 стран они подписали итоговое соглашение каковы итоги этого саммита как вы считаете почему 11 стран в том числе армения не подписали итоговое соглашение ну и вопрос еще в том нужен ли был этот сам что он дал самый главный итог для будущего может быть устройство мира после войны конечно же такой саммит был нужен это однозначно большой плюс потому что любое сегодня опять же напоминание о том что в украине каждый день с 2014 года а широкомасштабно с 24 февраля 24 года идет война это важнейшая история потому что вы знаете вот я часто общаюсь с коллегами из разных стран америка великобритания франция италия и мы обсуждаем то как сми этих стран освещали в начале широкомасштабной войны наши события и освещают сегодня и мы с сожалением констатируем я думаю что вы вот в этом случае присоединитесь к этой точке зрения потому что вы очень хорошо в теме того что происходит у вас там в америке что конечно же внимание к той агрессии тому геноциду который творит россия по отношению к украине снижается да мы понимаем что есть тому объективные причины потому что но только тот кто находится в середине в сердце этого кошмара ежесекундно может быть постоянно думать об этом и жить этим все остальные нормальные люди конечно же обречены переключаться на свои личные бытовые вопросы и проблемы коих в разных странах очень много существует и кстати россия прикладывают все усилия и тратит огромное количество денег для того чтобы в этих демократических странах проблем стало как можно больше потому что это в том числе это их ослабляет это смещает фокус сегодня с войны с украины и это заставляет эти страны заниматься и электорат этих стран говорить и диктовать политиком заниматься больше обращать внимание на внутренние процессы нежели на то что происходит на международной арене поэтому конечно же сегодня когда ну вот смотрите я сама из харькова родом да и харьков это тот город который каждый день но я не знаю как объяснить тем кто не понимает или я ведь столкнулась с тем что многие знаете когда вот ну просто я спрашиваю там жителей разных стран европейских и некоторые стали говорить о я что война еще до сих пор идет что там не закончилась у вас еще то есть но они настолько понимаете вот как бы ну вроде же долго наверное там уже все как-то рассосалось само собой или еще что то то есть они это выпускают из вида а в харькове геннадий каждый день сначала прилетает а потом включается сирена и прилетает по живым детям по живым женщинам мужчинам старикам беременным женщинам потому что летит по гражданской инфраструктуре то есть жилые дома причем в то время когда все дома садики школы просто вот остановка дорога и туда прилетает ведь у меня там родственники остались у меня ну то есть это не это не то что я там знаете как бы вы все придумываете или что-то неоднозначно ну это настолько однозначно то есть путин путинская россия стирает харьков одессу вообще вот все города которые ближе находятся границы с лица земли потому что ну защитить очень тяжело и это продолжается и и люди в этом аду живут каждый день не зная вот он проснется или нет он завтрашний день встретит или нет а отключение света ведь сколько сейчас по всей украине послушайте ну мы же мы же да мы же рассказываем о том что россия выбила 80 процентов это по скромным подсчетам наши вообще энергетических наших возможностей и сегодня до лета но часто такое столице а а сейчас каждый день когда света нет и 8 и 10 и 12 часов в разных районах но вы понимаете что это люди в 21 веке наверное не верят что так бывает когда они работают лифт когда там у человека больные ноги он не может он заложником становится этого этой истории но то есть это влияет на все на отсутствие интернета на отсутствие коммуникации на сбои в работе разных систем а это же сейчас нет холодов слава богу то есть сейчас жкх не под ударом а мы не знаем что будет дальше и вот когда мир начинает об этом забывать то есть мир западный мир который стоит на основах чего прав человека ценности его жизни ну как главной ценности да демократии свобода слова равенства вот это страшно это ужасно когда соединенные штаты америки которым я лично очень благодарна за всю помощь которую они оказали потому что если бы не эта помощь мы честно говорим о том что ну наверное украина уже не выстояла конечно же потому что у нас нет такого количества оружия у нас нет такого количества денег потому что наш враг он сильнее нас объективно по ресурсам да поэтому конечно нам нужна помощь а так вот я благодарна америке за всю эту помощь и другим странам запада которые эту помощь выделяли и продолжают выделять но послушайте когда полгода америка не могла проголосовать за на самом деле не очень существенные для ее бюджета средства которые для нас жизненно повторяю жизненно необходимо потому что каждый день гимнет огромное количество украинских не только солдата и мирных потому что а солдаты гибнут на что им нечем воевать ведь эти полгода это же так все было и и мы не могли понять да что же происходит да что же это когда как же как же это так то есть это же главное наши друзья партнеры ну потому есть самые сильные до американцы и конечно же в этот в этот период вот когда когда вот такая история знаете ну такого масштаба саммит очень важен и это очень правильная инициатива президента зеленского которая я считаю в этих условиях которые у нас есть реализована очень успешно почему потому что а вы знаете мне так это смешно когда говорят о том что а какой может быть саммит мира без второй типа стороны без путина за столом да что же это такое что вообще и толку с таких саммитов а я хочу спросить у тех людей которые так говорят а скажите пожалуйста а тегеранская ялтинская потом понсдамская конференции они тоже проходили с гитлером за столом с фашистской германии и и тоже приглашали на эти саммиты мира на эти конференции или все-таки все происходило по-другому и с фашистами нужно говорить языком силы и ультиматумов потому что они фашисты и если ты будешь их приглашать за столы поить чаем и жать им руки и улыбаться им то они просто тебя застрелят или воткнут нож в спину что собственно говоря и делает путин поэтому ну какой может быть путин за столом но нет конечно речь идет о том чтобы уже наконец-то запад выработал общую общее видение общую стратегию и тактику потому что сегодня важно и стратегии тактика того каким образом они собираются потому что украина это делает каждый день поэтому я говорю они дамы мы в независимости от того что думать запад нет мы воюем у нас варианта прогонит это война на выживание так вот каким образом они собираются россию принуждать к миру до принуждать уйти из украинских территорий убраться с нашей земли что меня расстраивает я вам скажу абсолютно честно то что я не услышала на саммите от от самых сильных скажем тогда участников те слова которые я хотела услышать а именно о том что без смены режима мира долгосрочного мира не только в украине а мира на зиму на земном шаре не наступит что этот режим на него не способен он наделал такое количество преступлений что не переговоры не обещание не подписанные документы ну вот смотрите но вы можете сесть за стол переговоров с маньяком вот серийным убийцей но можно нужно себе представить такое и вот на полном серьезе с ним подписать какой-то договор и потом рядом с ним продолжать жить то есть и оставить его на свободе верить ему здороваться с ним что-то иметь бизнес потом с ним общий например ну можно себе это представить только в чем вечер чем отличается путин от такого скажите от такого серийного убийцы от маньяк ну чем тогда отличается я вам скажу потому что на на его счету уже сотни тысяч загубленных жизней ну наверное столько любой маньяк не не смог бы физически да на убивать своих жертв вот вот в этом да отличается поэтому еще раз то что об этом еще раз проговорили то что страны даже эти 80 не помню там 1 2 сейчас это не имеет большого значения подписали финальной коммунике подписали они три пункта из десяти пунктов к справедливому миру который предложил президент зеленский это шаг вперед безусловно это реально событие мирового масштаба и посмотрите если бы это было неважно вы даже посмотрите по косвенным признакам это всегда работает путин бы так не нервничал путин бы не еще раз вот для тех для кого непонятно кто такой путин и как с ним договариваться или нет он еще раз выкрывся бы ну украинскую то есть это он себя показал еще раз он сам себя понимаете вот просто король то голый потому что он и так пытался срывать эти переговоры там кому-то угрожая кого-то там суля какие-то опять деньги контракты подарки кому-то через своих агентов но когда глобально это не сработало он уже видите ну нервничая он побежал на публику и просто рассказал о том что еще раз что он агрессор что он военный преступника что он не собирается договариваться что цель у него одна капитуляция украины а для наших европейских партнеров для сша в том числе это было знаете как читай другое а что читать это значит что на украине он не остановится если ему дать сожрать украину он дальше пойдет искать новые жертвы потому что а что его будет сдерживать тогда ну нормально мир прогнулся под дикого но сильного то есть закон джунглей не важно какой ты цивилизованный как 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 у тебя все работают законы как у тебя хорошо жить людям какой у них уровень жизни прекрасный важно что вот есть дикая нищая жутко коррупционная агрессивная страна которая просто большая ну и все и нормально там сумасшедший диктатор и значит он может а ядерное оружие извините но главное дубинка что чем они размахивают до представить себе россию без ядерного оружия это была бы совсем другая история но имеем то что имеем но то как все идет мне нравится более того мне абсолютно мне очень нравятся разговоры по поводу того что будет второй саммит что на этом саммите будет представлены и другие страны потому что конечно я хочу видеть увидеть за столом переговоров китай потому что конечно я хочу увидеть еще другие страны которые на сейчас под давлением или под уговорами россии просто попытались слиться но такие вещи история помнит потом стыдно хочу напомнить нашим радиослушателю что в девяносто четвертом году украина подписала соглашение будапештские соглашения с сша европейскими странами и россии о безопасности в ответ на то что украина на тот момент одна из главных ядерных держав отдала свой ядерный арсенал отдала к сожалению россии надеюсь на силу вот этого будапештского договора который как мне кажется не очень сработал и сша я как человек живущий в сша могу сказать что конечно сша несут ответственность за безопасность украины и на днях президент сша джо байден подписал с украинским президентом владимир зеленским договор о безопасности но мы будем смотреть как это как это в будущем работает а сейчас олесе мы уйдем на небольшую рекламную паузу и дальше продолжим наш очень интересный разговор оставайтесь с нами итак мы возвращаемся в передачу политинформания радиостанции народная волна чикаго лучшие радиостанции на среднем западе сша и ведущий геннадий прумер и мы беседуем сегодня с украинской журналисткой олесей басман олесе вы с нами да геннадий здравствуйте еще раз спасибо что вы а уделяете нам время в принципе в это очень ослой сложный период в украине а продолжают тему дипломатии и саммита мира в швейцарии который мне как кажется это была одна из главных побед украинской дипломатии вам не кажется что украинская дипломатия все-таки не так грамм а громко мне кажется что главный дипломат сегодня украину все-таки президент зеленский а не министр иностранных дел кулеба который очень много делает в этом плане но все-таки мы знаем больше о президенте зеленской который встречается со многими главами а вот дипломатия как вы считаете достаточно серьезно работает или все-таки ей нужно как бы усилить свой голос геннадий я думаю что в данном случае это плюс а не минус украины что владимир зеленский как президент оказался настолько ярким убедительным не дипломатичным разрушающим старые устои формата общения дипломатического между странами потому что именно такое поведение сегодня и может давать нам результаты потому что давайте вспомним в начале широкомасштабного вторжения да нет давайте даже сначала войны ну как реагировали страны западные на то что россия сначала аннексировала крым а потом захватила донбасс но кроме обеспокоенности и глубокой обеспокоенности ну да еще санкции ввели спасибо за это но санкции ввели самое серьезное как вы помните после того как русские вместе с сепаратистами сбили боинг над донбассом да причем европейский бой с гражданами европы так вот вот она как бы дипломатия в таком классическом виде когда ой че как бы чего не получилось ой как бы чего не сказать чтоб кто-то не обиделся а этому эскалирует еще как-то ситуацию и кому-то плохо будет а никто не хочет понимать из европы что плохо уже а может быть только хуже если сегодня резко не отреагировать потому что но все же сидят и надеются как но сейчас вот на украине это все закончится ну да мы будем помогать ну как-то ну вот сейчас как-то туда-сюда и все и до нас не дойдет мы нас это как бы не коснется наши граждане останутся в безопасности а смысл ведь том что если украине сейчас не помочь много и быстро то придется дальше уже вступать своими солдатами и дальше терять жизни своих граждан граждан европейского союза граждан америки и непонятно на какой территории эта война будет проходить вот же о чем идет речь что сегодня можно заплатить деньгами а если ты сегодня дашь недостаточно то завтра тебе придется оплатить жизнями своих граждан я вижу что уже но много стран понимают это и это произошло этот перелом сознания произошел в том числе благодаря позиции президента зеленского и его публичным выступлением и часто не дипломатичным выступлением потому что возвращаясь вспомним что было с 24 февраля 22 года то есть начало широкомасштабной войны ну как реагировали страны во первых все нам сначала говорили и и сми и в принципе и дипломаты и оффлайн и of the records и и в публичном пространстве что украина продержится киев три дня ну может неделю там самые оптимистичные нам две недели давали это хорошо помню а потом оказалось когда президент зеленки сначала просила потом стал требовать обращаясь уже ведь он ведь нашел очень интересную форму геннадий он обращался когда понял что западные политики топ-политики они вот тоже говорят ну там ой-ой-ой россии путин как плохо нужд нельзя себя так вести вот мы вас призываем там сейчас к тому чтобы все это прекратить и все и вот когда владимир зеленский понял что нам ну сначала вы помните как какие атакам с и какие там какие абрамсы какие ракеты какая пво какие патриот это даже вообще не думаете да это невозможно какой закрыть небо над украиной дать оружие какое-то которое полетит нас на 300 километров да вы с ума сошли это же эскалации то красные линии это мол у россии ядерное оружие ну то есть мы помним да как вот каждую красную линию украина проходила проходила шаг за шагом с точки с помощью дипломатии но это же мы платим за все это жизнями украинцев так вот вы знаете вот когда зеленский понял что классической дипломатии здесь дело не решится он на очень правильно стал обращаться публично через сми через ваши западные сми он стал обращаться к жителям европы жителям америки к людям к электорату потому что именно электорат оказывает давление на решение те или иные решения политиков потому что в демократиях в свободных странах конечно же любой политик будет обращать внимание и оборачиваться на мнение своего электората и и владимир зеленский нашел отличную форму он попытался достучаться до сердец и пытается до сих пор это сделать до сердец электората чтобы уже со стороны своего населения в каждой стране к то политику к руководителю к президенту к премьеру прилетала это давление и прилетала непонимание а почему когда вот такое происходит в двадцать первом веке в самом центре европы когда гибнут невинные люди мы стоим стороне если мы вот мы там на при америка супер пауэр дамы мы страна которая защищает слабых для того чтобы не разрушился вообще миропорядок не рухнул правильно ну я повторяю для того чтобы не пришлось посылать дальше своих солдат своих солдат и своих граждан в первую очередь поэтому конечно же в этом смысле он и должен быть самым ярким дипломатом но в конце концов по конституции прописано что особенно смотрите это же не стандартное положение у нас чрезвычайное положение у нас военное положение которое длится уже такой такой долгий период и мы не знаем сколько она еще продлится но в этом в этом случае это абсолютно оправданно что он должен быть первым тем более что он это умеет делать слушайте он он умеет достучаться умеет подобрать и слова интонации и райтеры которые работают с президентом они очень талантливые люди они очень грамотные люди они знают как нужно да и написать речь и и собственно говоря так чтобы донести эти смыслы но часто кстати президент импровизируют и делает от себя какие-то вот такие знаете пассажи которые на эмоциональном уровне поворачивают сознание людей вот смотрите вы помните как очень яркий пример с президентом германии со штанмайером то есть насколько он который до большого вторжения был ну скажем так одним из главных лоббистов того что с россии надо любой ценой за счет интересов украины за счет фактически капитуляции отдача из наших территорий сдачи наших территорий договариваться и вот агрессора надо умиротворять убаюкивать в этом это формула штанмайера пресловутый все об этом было вот этот человек да он оказался достаточно мудрым и чуть-чуть чувствующим чутким он приехав в украину побывал в буче поговорив со многими людьми в том числе про поговорив с владимиром зеленским вы бы бы понимаете насколько яркое перерождение было уж штанмайера он превратился в одного теперь из главных критиков россии путина российской агрессии и он очень резко высказывается потому как теперь нужно с россией себя вести вот западному миру пример могу еще ну таких примеров массы но могу привести пример с майком джонсоном уже близкие для вас пример человек который казалось бы сначала тормозил в разных аспектах помощь военную помощь украине он был очень осторожен он был сдержан но потом в итоге после того когда опять же на эмоциональном уровне до него украинское руководство смогло донести правду показать эти факты рассказать он просто понял что если сейчас он не включится он он станет соучастником этих преступлений жутких которые россия творит в украине и он просто как человек ну я вот мне о нем много говорили вы рассказывали наши украинские политики кто конкретно там с ним общается кто в этих делегациях они его характеризуют как очень порядочного человека как человека верующего как человека который четко понимает что такое добро что такое зло стержневого политика до что что является сегодня редкостью который вот если он приходит какому-то умозаключению он может занять позицию даже во вред своим личным меркантильным интересам и вот когда он в конце концов поддержал украину это было очень ярко и сегодня послушайте я смотрю его заявление сегодня он уже критикуют президента байдена и демократов и говорит о том что а почему мы говорим что можно бить американским оружием только вот на такое-то расстояние и там только в там где харьков да со стороны харькова но если мы даем то давайте давать уже и пусть они сами распоряжаются и решают это же их война но им же виднее как воевать давайте пусть они воюют речь же не идет о том чтобы бить по мирным русским объектом нет украина так никогда не поступала не поступает и не будет поступать и ждет только о военных а военных целях внутри россии которые однозначно нужно бомбить и и этот процесс будет только усиливаться олеся на прошлой неделе диктатор путин выкатил ультиматум западу сша в ответ на то что и сша и евросоюз и япония все разрешили украине использовать по назначению данное оружие которое присылается в украину и бить как вы и сказали по военным целям на территории россии что очень правильно потому что невозможно всегда защищаться нужно конечно же наступать и отвечать агрессору тем чем он пользуется против мирных жителей украины а как вы считаете вот отношения вообще а вот испугал а испугала вот это решение западных стран путина вот его ультиматум это в каком-то смысле слабость боязнь того что что произошло ультиматум это вы имеете ввиду когда он сказал что ну теперь россия имеет право тоже поставлять какое-то оружие тем странам которые угрожают я имею ввиду олеся то что он сказал что мы остановим войну если вы нам отдадите запорожскую донецкую луганскую и херсонскую область значит украинские войска уйдут даже с тех территорий которые заняты ими и мы как бы в тот же момент прекратим военные действия и сядем за стол переговоров на что из толтенберг и министр обороны сша сказали что россия не в том положении чтобы диктовать свои условия и восприняли это как ультиматум ну вот я немножко тогда сейчас по хронологии вас поправлю геннадий если разрешите а вот как раз на разрешение бить западным оружием вглубь россии путин отреагировал вот теми словами которые сказала раньше а именно что но мол мы теперь тоже рассматриваем возможность поставлять наше оружие тем режимом в те страны которые являются врагами или там оппонентами западных стран которые нам это оружие дали то есть по сути но это не просто был слабый ответ это значит что сказать нечего а действительно но ведь ну ну а что у него осталось смотрите геннадий у нас же математика работает и когда я общаюсь с руководителями бригад с командирами бригад которые на передовой с руководителями подразделений больших которые в том числе занимаются дроновыми историями нашими они у них вот ну математически они считают сколько техники за сутки они уничтожают русской и и сколько россия может произвести с учетом того что она ремонтирует от уже той подбитой техники и от той которая советских времен еще там законсервирована на складах и получается что у них запаса прочности уже нет да у них остается человеческого ресурса много мяса мясо они могут и готовы бросать вы знаете наверное что дошло уже до того это тоже вот не буквально недавно рассказывал кстати до денис прохоров кит который командир белорусского полка имени кастуся калиновского которые воюют в составе вооруженных сил украины он говорит нововведение у русских пошло такое интересное игра что такое мотоциклетные штурмы стали делать игру как это садятся на мотоциклы на рандам на мопеды на мотоциклы у кого что есть и едут в штурм то есть раньше на бронемашинах они это делали а сейчас на игры так нажить и уже легче подбивать уничтожать говорит ну да конечно за это спасибо но это говорит о чем ресурса геннадий нет ресурса поэтому когда путин сказал что они будут мол поставлять что-то а мне интересно что же они поставят если они сами стоят из протянутой рукой и выклянчивают а у китая кстати которые но уверяют что он оружием вот точно не помогает у ирана на то что мы точно знаем да кто там им еще северная корея и так далее и так далее то есть ряд режима у которых он пытается по сусекам но нагребать хоть что-то потому что техники ему самому не хватает он никуда ничего не поставит абсолютно и у него нет физически такой возможности это как с мультиками которые он рисовал если помните перед широкомасштабным торжением сделала в громкую пресс-конференцию и показа в реальные мультики о том какое у них есть супер сверх мощное секретное оружие которое молча сразу бомбит вообще сша и весь земной мир если только они захотят и тогда многих кстати поверили даже западные сми писали о как хотя она у нас уже наши военные аналитики нашего военные как бы да они сразу анализировали говорят слушайте но это невозможно он ну тогда еще не было понятно что президент большой страны одной из самых крупных стран то есть она не сильная в россии просто большая территориально и по количеству жителей что он может так беззаветно врать вот просто публично но это же казалось как бы вроде как ну да как то не в двадцать первом веке когда вот такой открытый мир все можно проверить в интернет зайти даже прогуглить это не то что там газеты можно сжечь еще что-то сделать и типа дам концы вот но нет конечно так вот вы знаете этот ответ на именно разрешение запада бить в принципе он ожидаемый потому что ну единственное что у путина остается это ядерное оружие а что такое ядерное оружие как сказал мне один мой высокопоставленный собеседник из британии он говорит служить и ну мы же путина давно и хорошо изучили он хочет жить он хочет править как сталин а жить как обрамович и это значит что он дворцы свои строит не для того чтобы сжечь их ядерный пепел потому что если только россия использует ядерное оружие а тут уже и китай в этом заинтересованы китай в первую очередь сказал не 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 никакого ядерного оружия потому что это уже выходит за пределы разумного существования потому что он дальше начинается там процессы которые невозможно контролировать и тут уже точно все пострадают ну дальше если они это применяют начинается уничтожение всех объектов россии в том числе объекта там где проживает путин ведь вы же не сомневаетесь что адреса всех бункеров путина даже если это бункера но не много бункеров реально даже то что мы уже и сколько бы двойников у него не было эти все двойники также будут уничтожены если путин пойдет на шаг с ядерным оружием более того чтобы применить ядерное оружие мы понимаем что нужно задействовать цепочку большую цепочку людей вокруг и тут тоже вопрос насколько они самоубийцы потому что применение ядерного оружия это равно подписать бумажку о суициде вот всем тем кто живет в россии и тем кто кстати участвует в этой войне и тем кто просто проживает потому что это уже не имеет тогда уже это не имеет никакого значения а то что она сказал по поводу как вы говорите ультиматума но это ультиматум типа не западу а украине но ультиматум сдаться капитуляции и он был произнесен как раз накануне саммита мира в швейцарии о котором мы с вами говорили и и как я сказала это абсолютно его страх перед этим саммитом то есть ему очень не нравится это он всячески пытался это сорвать у него ничего не получилось он на и он не смог естественно что его никто не спросил и не пригласил он очень хотел бы там присутствовать потому что как мы с вами помним не только его пропагандисты не только политики российские а и военный преступник путин несколько раз публично говорил о том что но вот на же туда не приглашают но я же туда не еду вот это одно если бы меня пригласили но там же мол швейцария там же законы то есть это даже в его интервью было конечно же он для него это очень важно потому что его задача устроить как можно больше терактов в европе и в сша устроить как можно больше диверсии и информационных диверсий для того чтобы вот смотрите ну да тут выбор и в европарламент тут досрочные выборы великобритании досрочные выборы во франции тут выборы в америке это все зоны турбулентности которые путин пытается использовать по максимуму но вот какое количество денег это конечно же будет подсчитано тратит он на то чтобы через своих агентов влияния попытаться исказить результаты выборов попытаться привести к власти своих пророссийских политиков попытаться переместить ну создать как можно больше проблем этим странам для того чтобы они бросили украину и он в это время смог нас захватить но ничего не получается понимаете и этот саммит мира это наглядно продемонстрировал потому что он продемонстрировал что путин всем надоел что уже надоело это агрессия более того вы посмотрите на экономику российскую я сделала несколько интервью с российскими кстати экономистами которые выступают давно выступают против путина но являются очень профессиональными людьми с анализом того что происходит в россии слушайте но и вы если не печатное слово говорить у них там просто и пятая . все время глубже 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 и глубже это не говорит о том что это заставит их выйти на улицы и снести свою власть и нет большинство из них продолжают быть рабами но это говорит о том что у него становится все меньше ресурса для того чтобы воевать потому что вы посмотрите что происходит с рублем вы посмотрите что происходит с продуктами питания вы посмотрите что происходит с производственными циклами когда Они не производят ничего, кроме оружия, по сути, ну и оружия плохого. Да, оно летает, оно едет, оно как-то, но это плохое оружие, на которое сегодня заточена вся российская экономика. И что получается? Что, опять же, выигрыши только Путин и приближенные его олигархи, потому что они в этот период продолжают зарабатывать уже конкретно, чисто на крови, невероятные деньги, это миллиарды, миллиарды долларов. А русское население сидит, ушами хлопает и спокойно продолжает идти на убой, на мясо. Более того, слушайте, вот там же, если разобраться, они же постоянно, почему выплаты вот немножко один раз повышали тем, кто идет на войну, русские фашисты, да, потом еще раз они повысили, потому что страшно объявлять мобилизацию, страшно, так как уже желающих так вот самим пойти не остается. Значит, нужно мотивировать экономически, но там столько подводных течений и камней, что, по сути, пока он воюет, вот этот оккупант русский, да, он может получать достаточно там, по-моему, или две или три тысячи долларов в месяц. То есть это огромные деньги для какого-то там периферии, вообще для человека, который там зарабатывает, не знаю, там 150-200 долларов, да, максимум. Так вот, да нет, наверное, там и меньше, и меньше, вот, ну, из тех, потому что мы же делали, вот Дмитрий Гордон сделал прям серию интервью с российскими оккупантами, которые попали в плен или сдались в плен, и они подробно все это рассказывали. Так вот, смотрите, пока он воюет, он получает эти деньги, а как только, ну, его не убили, но, например, ранили, он стал инвалидом, он тут же начинает получать 15-14 тысяч рублей. Это, я даже не знаю, сколько это, 100 долларов, 100 с чем? Да, наверное, да. То есть, вы понимаете, да? Ну, вот оно, как бы, отношение, вот оно все, а почему? Потому что он экономике российской не нужен, у нее, как я сказала, да, им нужно провоцировать и стимулировать тех, кто пойдет на мясо в эти мясные штурмы, но им абсолютно нет дела, тут нужно просто сделать так, чтобы этот человек побыстрее подох, без медицинской помощи, и не создавал нагрузку на их экономическую систему. Спился, ну, как можно быстрее, да. Олеся, большое вам спасибо за этот разговор, желаем Украине скорейшей победы, мира, процветания, чтобы все получалось, и, конечно же, слава Украине, и героям слава. Геннадий, спасибо вам большое, спасибо, да, вашим зрителям, слушателям, и героям слава. Всего вам хорошего, и смотрите канал Гордона, смотрите канал Олеси Басман. Ждем вас в следующий раз, всего вам самого лучшего. Спасибо.